здравствуйте ребята сегодня мы с вами продолжим решать задачи на странице 114 на прошлом уроке мы закончили на задании 64 сегодня начнем с 65 так давайте начнем 65 задание вычислите при каком x выражение имеет наибольшее значение то есть какое значение нам нужно поставить вместо x что получилось чтобы вот это выражение было максимальным то есть имела максимальное наибольшее значение теперь у нас от трех смотрите отнимается какое-то число да и чтобы у нас данное выражение получилось максимально мы от 3 должны отнимать отнять минимальное до число и смотрите то есть вот это вот выражение у нас должно получиться минимальным теперь у нас стоит модуль для а из модуля у нас всегда выходят только положительные числа. И также может быть и 0, да? Значит, самое минимальное значение, которое мы можем получить из вот этого модуля – 0. А как мы можем получить 0? Вместо х поставим 1,7. Значит, правильный вариант ответа у нас вариант b. То есть, смотрите, от 3 мы отнимаем какое-то число. Для того, чтобы вот это значение было максимальным, мы должны от 3 отнять минимальное число, да? Значит, вот это выражение 2 модуль х минус 1,7 у нас должно быть минимальным. И теперь 2 – это у нас положительное число, да? И также из модуля у нас всегда выходит положительное число или 0. Самое минимальное число, которое у нас может выйти из модуля – это 0. Значит, из этого модуля мы должны получить 0. Как мы можем получить 0? Вместо х подставим 1,7. Хорошо, переходим к следующему. Выполните действия. Тут у нас модули ставят. Давайте раскроем их. Из модуля у нас… Вспоминаем то, что из модуля у нас всегда выходят положительные числа. То есть, минус 3,12 из модуля выходит как 3,12. Минус 1,16 из модуля выходит как просто 1,16. Минус ставит этот минус. Минус 2,08 из модуля у нас выходит как просто 2,08. Вот этот минус у меня вот отсюда появился. Так, минус, да, здесь. Теперь давайте сложим сперва вот эти вот два числа. 3,12 плюс 2,08. 5,2. Плюс 1,16. У нас в итоге получится… А тут нужно отнять, да? Так, извиняюсь. Так. То есть, вот… Тогда давайте теперь сложим вот это, потому что легче будет сложить эти два числа, да? 4,28 будет. Поэтому от него отнимаем 2,08. В итоге у нас получится 2,2. Значит, правильный вариант ответа у нас вариант… 2,02. Значит, правильный вариант ответа у нас вариант… А. Хорошо. Давайте следующее. Сколько существует двузначных чисел, кратных 11, но не кратных, 33? Чисел кратных… Двузначных чисел, кратных 11, у нас не так много. Давайте запишем их. 11, кратных 11, да? 22, кратных 11, 33, кратных 11, 44, кратных 11, 55, 66, 77, 88. И 90. Это у нас все числа, все двузначные числа, кратные 11. И теперь отсюда уберем те числа, которые кратные 33. То есть, нам же нужно найти, сколько существует двузначных чисел, кратных 11, но не кратных, 30, 30. Из-за этого убираем все числа, кратные 33. В итоге получается 11, у нас не кратно 33, 22 также не кратно, 33 кратно. Убираем его. 44, не кратно, 33, 55, не кратно, 33, 66, кратно, 77, нет, 88, нет, 99, кратно. В итоге у нас остается сколько чисел? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, двузначных чисел, кратных 11, но не кратных 33, существует 6. Значит, правильный вариант ответа у нас вариант С. 68-я задача. Прямоугольники отношения сторон 8 на 3, а периметр равен 88 см. Найдите большую сторону прямоугольника. Найдите большую сторону прямоугольника. Смотрите, у нас там прямоугольник, прямоугольник. И там у нас есть длина и ширина, да? Значит, А у меня относится к В, как 8 к 3. И А периметр у меня равен 88 см. Формула периметра, вспоминаем, А плюс В, умножаем на 2. Теперь подставим вместо периметра значение 8 с 8, А и В заменим как 8х и 3х. Теперь смотрим. А вместо А мы пишем 8х, вместо В – 3х плюс 3х. Это все умножить на 2 равно чему? Периметр у нас чему равен? 88. Теперь, какое число я должна умножить на 2, чтобы получилось 88? Число 44, да? Значит, эта сумма у меня равна 44. Значит, 8х плюс 3х мне равно 11х. А 11х мне равно 44. Получается, х, как я найду теперь? 44 разделено 11. Получается, х равно 4. Теперь, для того, чтобы найти большую сторону прямоугольника, я должна 8 умножить на х, да? Получится, а у меня равно 8 умножить на х. А х у меня равно 4. В итоге, 8 умножаем на 4, получается 32. Значит, правильный вариант ответа у нас 32 см. Так, 69. Решите уравнение. Нам нужно решить данное уравнение, да? Так, теперь смотрим, что мы можем здесь сделать. Решите уравнение и в ответ записать 0,5х. Для того, чтобы найти 0,5х, мы должны найти сперва х, да, само. Теперь запишем вот это вот в виде пропорции. То есть, 15 мы делим, то есть, я вот этот знак деления могу заменить дробной чертой, на 2,1 вторую. Это равно х, опять-таки, делим на 8,1 третью. Теперь перейдем вот эти вот смешанные дроби в неправильные дроби. Получится 15 разделить на 5 вторых у меня равно х разделить на 24 третьих. Теперь, смотрите, я тут могу сокрыть… Давайте умножим крест на крест. Это умножим на это, это умножим на это. То есть, вот это у нас самая главная дробная черта. Это у меня а, это у меня b, это у меня c, а это d, да? Теперь а умножаем на d равно b умножаем на c. То есть, 15 умножить на 24 третьих равно 5 вторых умножить на х. Получается, 13 и 15 я могу сократить на 3. У нас здесь получится 1, здесь у нас получится 5. Потом, 5 умножаем… Теперь запишем вот так вот. 5 вторых умножить на х равно… 5 умножаем на 24, это у нас равно 120. Теперь умножим обе части уравнения на 2. Здесь, если я умножу на 2, 5 вторых умножу на 2, 2,20 сократится, останется только 5х. 120 умножая на 2, получится 240. Отсюда х у нас равен 48. Значит, х у меня равен 48. И теперь нам нужно найти 0,5х. 0,5х. 0,5, как я могу написать? Как 1, 2. А х у меня чему равен? 48. То есть, 2,48 у меня сокращается здесь, получается 1, здесь 24. Значит, 0,5х у меня равен 24. 0,5 – это значит половина, да? То есть, 48 делим на 2. 24. Так, данного варианта ответа нет. А, смотрите, смотрите, здесь ошибка пошла. 8, 3, как он 8, 1, 3? Получится 25, 3, да, если перейти у них, значит, здесь получится 25. Так, то есть, исправим, перепишем. Так, давайте сразу все уберем. То есть, если мы 8, 1, 3 перевезем в неправильную дробь, получится 25, 3. 8 умножаем на 3, поваляем 1. 25, 3. 25, 3. 2, 1, 2, в неправильную дробь будет 5, 2. Теперь умножаем А на Д и В на С. Получается 15 умножаем на 25, 3. Получится 5, 2 умножить на х. Теперь сократим 3 и 15. Здесь получится 1, здесь 5. 5 умножаем на 25, будет 125. Равно 5, 2х. Теперь я могу обе части уравнения умножить на 2, да, для того, чтобы избавиться от этой двойки. 125 умножаем на 2, 250. 5, 2х умножаем на 2, останется 5х. 2 и 2 сократятся, да. Умножаем здесь. Значит, х у нее равно 50. Теперь нам нужно найти 0,5х. 0,5х – это у нас половина х, да. То есть, так как 0,5, 0,5, я могу переписать как 1,2. Умножить на 50 на х, да. Получится 25. Правильный вариант ответа у нас – вариант да. 0,5х. Так, хорошо, перейдем к следующему. Так, тут нам нужно выполнить действия. Давайте будем раскрывать потихоньку модули и скобки. Минус. Вот этот минус записываю. Минус. Минус. Потом вот этот вот модуль. Минус 3,12. Из модуля нас всегда выходят положительные числа. То есть, из модуля минус 3,12 у нас выйдет 3,12 просто. И тут минус, минус. Минус на минус что нам дает при умножении? Плюс. Значит, плюс 1,16. Минус. Из модуля нас выходят положительные числа. Значит, выйдет просто 2,08. Теперь отнимем вот эти два числа друг от друга. Минус 3,12, минус 2,08. Знаки у нас одинаковые, поэтому сложим и поставим минус. Получится 5,2. Теперь, и у нас еще есть плюс 1,16. Теперь отнимем. Здесь у нас стоит разные знаки, да, минус и плюс. Поэтому мы должны от большего отнять меньше и поставить знак большего. Какое число у нас больше? 5,2. А какой у него знак? Минус. Поэтому ставим минус. Теперь 5,2 минус 1,16. Будет 4,04. Значит, правильный вариант ответа у нас вариант... С, да, минус 4,04. Хорошо. Так, давайте к следующему переходим. 71. 71. Так, найдите неизвестный член пропорции. Давайте снова запишем в виде привычной пропорции нам с дробной чертой, да. 1,1 третьих мы можем записать как 4 третьих, да, то есть переводим в неправильную дробь. И 6 четвертых. Я знак деления заменила на дробную черту. Теперь мы можем крест на крест, да, умножить. В принципе. 4 умножаем на х, 4х. 6 умножаем на 4 третьих. 3 и 6 умножаем на 4 третьих. Значит, правильный вариант ответа у нас вариант... Да. Так, следующее 72. Решите уравнение. Также в виде пропорции дано. Тут смотрите, что мы можем сделать. Вот эту запятую убрать, да, то есть 6, убираем запятую на одно число. И здесь также, если здесь убрали на одно число, здесь также убираем на одно число запятую. Запятую убираем вот сюда. Получается, новую пропорцию перепишем. 6 разделить на х-3 равно 21 разделить на х плюс 2. Тут можно сократить 6 и 21 на 3, да. Здесь получится 2, здесь 7. Перепишем слово новую пропорцию. Получится 2 разделить на х-3 равно 7 разделить на х плюс 2. Теперь умножим методом бабочки. Крест на крест, да. х-3 умножаем на 7. Так, давайте вот так запишем. х-3 умножаем на 7 равно 2 умножаем на х плюс 2. Теперь раскроем скобки. 7 умножаем на х, 7х. 7 умножаем на минус 3, минус 21. 2 умножаем на х, 2х. 2 умножаем на 2, 4. Теперь соберем числа в одной стороне, буквы в одной стороне. То есть 7х плюс 2 приходит в левую часть уравнения, как минус 2х. Здесь у нас осталось 2х перевели, осталось что? 4, да. 4 минус 21. Переводим в правую часть уравнения, получается плюс 21. 7х минус 2х, 5х. 4 плюс 21, 25. Отсюда х у нас равен 25 разделить на 5. 5. Так, 5 минус 3. Правильный вариант ответа. х равно 5. Давайте проверим. 0,6. 5 минус 3 равно 2. 2,1. 5 плюс 2 равно 7. 0,6 у нас равно 0,3. 2,1 разделить на 3. На 7, 0,3 тоже. То есть 0,3 равно 0,3. Значит, х минус равно 5. Хорошо. Тут просто правильный вариант ответа не записан. Так, 73. 73-е задание. Нужно решить уравнение. Тут нам дано модульное уравнение, да? с модулем равно 2х. Теперь, смотрите, мы не встречались с таким уравнением, в котором 1х у нас в модуле стоит, другой х вне модуля, да? Смотрите, из модуля у нас могут выходить только положительные числа, да? Значит, вот этот модуль только положительные числа. Значит, вот это тоже должно быть только положительным числом. Вот это число. Да? 2х. 2х должно быть только положительным. Положительное. Теперь, 2 это у нас положительное число. Значит, х также должно быть положительным числом. Теперь смотрим. То есть раскрываем модуль. х плюс 3 равно 2х, да? Второе. Х плюс 3. Так, давайте спешим вот это чуть-чуть выше. То есть, что мы отметили себе, то, что х может быть только положительным, да? Теперь раскрываем модуль. У нас раскрывается на два уравнения. Обычных получается х плюс 3 равно 2х, и х плюс 3 равно минус 2х. Получается, х перевожу в эту сторону, 2х минус х у меня равно 3. 2х минус х равно х, х равно 3. Теперь вот это решим. 2х перевожу в левую часть уравнения, плюс 3 в правую часть. Получается, х плюс 2х равно минус 3. х плюс 2х равно 3х. Это равно минус 3. Отсюда х у нас равен минус 1. Получается, х равно 3, х равно минус 1. Но мы вначале для себя отметили то, что х может быть только положительным, да? Значит, вот этот вариант ответа у нас отпадает. Значит, у нас получается 1 ответ, х равно 3. 74. Вычислите. Нам нужно найти значение данного выражения. Здесь у нас есть скобки. Давайте сперва их раскроем. Равно минус 7,2. Здесь раскрываем скобки. Плюс на минус при умножении нам дает минус. Минус 8,6. Скобки мы раскрываем по правилам умножения и деления, да? Со знаками. Минус на минус нам дает здесь плюс. То есть плюс 7,6 и минус 1,8. Теперь, что тут можно сделать? Давайте сложим вот эти вот два. Одним. То есть минус 7,2 минус 8,6. Нам нужно сложить и поставить минус, да? 7,2 плюс 8,6 – 15,8. Плюс 17,6 минус 1,8. Теперь давайте сложим вот эти вот. минус 15,8 минус 1,8 у нас равно минус 17,8, да? 6,10. И у нас тут еще 17,6 есть. В итоге, так, давайте запишем сюда. Равно минус 17,6, вот эти вот отняли друг от друга, да? И плюс 17,6. Это у нас равно нулю. Значит, правильный вариант ответа у нас вариант B. Так, 75-е задание 75. Найдите сумму корней уронения. Тут нам дана пропорция. Давайте сначала уберем минусы. Это минус, и минус мы можем убрать, да? Так как их двое стоит. И тут, смотрите, можно передвинуть запятые. Получается, 6,3, я тут одну запятую передвигаю на одно число. Тут тоже запятую, значит, нужно передвинуть на одно число. Право. Давайте теперь запишем новую пропорцию. Мы минусы убрали, значит, осталось только 63 разделить на 21. Здесь мы убрали запятые, да? Передвинули. Равно х плюс 2 разделить на минусы мы убрали, осталось 2,3. Теперь, какое число я должна умножить на 21, чтобы получилось 63? Число 3, да? Если 21 умножить на 3, получится 63. Значит, если мы вот таким образом идем, снизу вверх. Значит, если я 2,3 умножить на 3, у меня получится модуль х плюс 2. Давайте запишем это. Х плюс 2 в модуле у меня равно 2,3 умножить на 3. Отсюда модуль х плюс 2 равно 8,6. И отсюда у нас модуль равен положительному числу. Значит, отсюда у нас выйдет 2 уравнения, то есть 2 ответа у нас будет. Первое уравнение у нас х плюс 2 равно 6,9. И второе х плюс 2 равно минус 6,9. Тут у нас, смотрите, модуль какое-либо х равно положительному числу. В этом случае у нас выходят 2 уравнения. Первое равно х равно а, второе х равно минус а. Вот так вот, таким образом мы раскрыли. Теперь давайте найдем значение х. 6,9 минус 2. 4,9. х здесь. Минус 6,9 плюс 2 переходит сюда как минус. То есть минус 6,9 минус 2 равно минус 8,9. Теперь нам нужно найти сумму корней данного уравнения. У нас тут 2 корня, значит, нам нужно сложить эти 2 корня. Получится 4,9 плюс минус 8,9. Раскроем скобки здесь. 4,9 плюс на минус нам дает минус. Получится 8,9. Теперь 4,9 минус 8,9. Минус 4. Мы должны от большего отнять меньшее и поставить знак большего. Значит, правильный вариант ответа у нас вариант B. Так, хорошо. Так, давайте решим 7,6 задание и на этом закончим, да? На сегодня хватит. Какое действие выполняется последним при вычислении значения? Какое действие выполняется последним при вычислении значения? Так, смотрим. Тут у нас 2 скобки умножаются, да? То есть, вот эта скобка умножается на вот эту скобку. Теперь, значит, первое действие у нас будет вот в этой скобке, потом второе действие в этой скобке и последнее мы должны умножить, да? Вот эти 2 скобки. Хорошо. Теперь рассматриваем первую скобку. Тут у нас стоит сложение и деление. В первом действии у нас выполняется деление, да? Потом сложение второе действие. С первой скобкой закончили, теперь вторую скобку. Тут у нас... А, стоп, тут не так. Дайте. Смотрите. Тут у нас вот эта скобка, значение вот этой скобки умножается на минус 3, и потом прибавляется к значению вот этой скобки. То есть, мы должны найти значение с первой вот этой скобки, потом умножить это на минус 3, потом найти значение этой скобки и сложить вот значение вот этого и вот этого. Значит, первым действием мы должны вот эту скобку сделать. 8 делим на минус 2. То есть первое вот это действие будет, второе вот это, потом умножение. Потом переходим ко второй скобке. Во второй скобке у нас будет вот это первое деление. То есть это четвертое действие. Потом отнимаем пятое действие. И последнее у нас действие будет вот это сложение. Значит, последним при вычислении значения выражения у нас выполняется что? Сложение. Значит, правильный вариант ответа у нас вариант А. Ну все. На сегодня все. На следующих уроках мы будем продолжать решать задачи по вашей книжке.